В этом видео рассказывается, как архикад отображает контуры 3D элементов в 3D документах на основе плана этажа. Этот модельный вид создается прямо из 3D модели, так что вы можете использовать операции над объемными элементами, а также настраивать плоскость сечения плана этажа для корректного отображения всех элементов архикад. На экране мы видим план помещения с наклонными стенами и проемами и двумя морфами, находящимися в центре помещения. Давайте посмотрим, как эти элементы отображаются в 3D окне. Как мы можем убедиться, контуры морфов показываются корректно, а вот наклонные стены и проемы представлены в виде символического сечения в соответствии с требованиями архитектурной графики. По каким-либо причинам у нас может возникнуть необходимость в реалистическом отображении этих элементов. Давайте начнем с создания 3D-документа плана этажа, воспользовавшись командой «Новый 3D-документ на основе плана этажа», доступный в контекстном меню плана этажа. Укажем имя и ссылочный ID создаваемого 3D-документа. Обратите внимание, что в созданном 3D-документе все элементы отображаются с их реальными контурами. Нажмем клавишу F2, чтобы вернуться в окно плана этажа. Затем выберем «Все стены» и «Тор». Щелкнем правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и воспользуемся командой «Операции над объемными элементами» раздела «Соединить». В открывшейся вкладке «Редактирование целей операторов» все ранее выбранные элементы являются целями. Теперь давайте выберем трубу и чтобы воспользоваться ею в качестве оператора нажмем на кнопку «Получить элементы оператора». Убедимся, что выбрана операция «Вычитание» и нажмем на кнопку «Выполнить» для применения операции над объемными элементами, в результате которых объем трубы будет вычтен из объемов стен и тора. Давайте откроем ранее созданный 3D-документ. Обратите внимание на то, что он был моментально автоматически обновлен. Как мы можем убедиться, результат выполненной операции над объемными элементами отображается абсолютно корректно. Теперь давайте откроем диалоговое окно параметров 3D-документа. Перейдем на вкладку «Проекция плана этажа» и укажем в качестве высоты плоскости сечения значение 2000 и нажмем «Ок». Как видим, в этом 3D-документе на основе плана этажа абсолютно корректно отображаются наклонные стены и проемы, а также контуры элементов, участвующих в операциях твердотельного моделирования и результаты выполнения этих операций. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова